Уборочные и пассивные компании по всей стране, да и по миру не обходятся без техники Ростельмаш. 21 июля 1929 года завод выпустил первую партию машин для сельского хозяйства. К 1932 году в поля ушли знаменитые комбайны «Сталинец-1», а затем массовая модель «СК-5 Нива», благодаря чему наша страна смогла отказаться от импорта комбайнов и даже начала их экспортировать. За 95 лет Ростельмаш выпустил уже более 2,8 миллиона агромашин. В его цехах выросли целые династии профессионалов, общий трудовой стаж которых больше 20 тысяч лет. Ирина Дойченко трудится на Ростельмаше 43 года, а если сложиться стажем мужа и детей, получится 110 лет. Ростельмаш, конечно, намного шагнул вперед, работать интересно. Вся моя семья тоже работает на Ростельмаше. Была возможность детей водить, маленьких еще на предприятие. Нравилось им. Тоже получили высшее образование и работают на заводе. Завод дает возможность карьерного роста, рассказывает Александр Ливанюк. Сам пришел сюда в 80-х на должность инженера-конструктора. Часть истории с компанией с моим скромным участием происходила и происходит. Есть с чем сравнивать. Я видел наше предприятие еще с советских времен, еще студентом. Я учился в РИСМе ДГТУ во второй половине 70-х годов. У меня здесь была трудовая практика. Это, безусловно, мировой бренд. Мы входим в пятерку крупнейшей компании мира, производителей сельхозтехники и сельхозоборудования. Наша техника работает по всему миру на четырех континентах. Десятках стран. От нас невозможно не узнать. Наш бренд, он мировой. Сегодня «Россельмаш» выпускает больше 150 моделей модификации техники. В юбилейном году компании реализовано три масштабных инвестпроекта. Строительство нового тракторного завода и организация производства по выпуску трансмиссий мостов в Ростове. А также создание производства сельхоз и коммунальной техники в Таганроге. С первых лет «Россельмаш» решает задачи, имеющие стратегическое значение для всей нашей страны. За свою историю предприятие выпустило более 2,8 миллионов агромашин. Цифра колоссальная. По вашей продукции Ростовскую область узнают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Неделю назад завершилась международная провышленная выставка «Инопром», где нами был презентован председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину новый трактор «Россельмаш» 2000-й серии. Ваш труд высоко отмечен руководством страны. За свой труд больше 130 сотрудников завода получили областные награды и поощрения. Советник губернатора Ростовской области Виктория Абрамченко присоединилась к поздравлениям заводчан и вручила награды от губернатора. Праздник завершился концертом творческих коллективов Дворца культуры «Россельмаш». Алина Цыганкова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.